Плывем совершенно в открытом море. Я специально прошелся вдоль всего корабля, чтобы посмотреть, есть ли где поблизости острова. Нифига. Сплошное море. Кругом море. И только небо и горизонт. Все одинаково вокруг. И невозможно определить, где ты находишься. Вот это тот случай, когда теория относительности не работает. Потому что невозможно относительно какого-то объекта понять свое местороприложение, определить, чтобы хотя бы как-то ориентироваться, куда идти, куда прийти и так далее. И это состояние, вот это наблюдение, навело меня на одну интересную мысль. Смотрите, как в природе все правильно построено. Не зря Эльштейн, великий ученый, изобрел теорию относительности и показал, что все в мире познается в сравнении. Невозможно, видя все вокруг одинаковое, что-то познать, сравнить, запомнить и создать какое-то знание. В любом случае, нужно какой-то опыт, эксперимент. Сопоставление разных результатов в опытах, а затем уже создание из этого какой-то теории, науки и так далее. Вот то же самое, по идее, должно быть и в жизни у каждого человека. Для того, чтобы понять, что хорошо, что плохо и определить как-то свой путь, понять, куда тебе идти, чего я хочу в жизни. Для того, чтобы это понять, нужно попробовать какие-то разные варианты жизни, сравнить их и выбрать для себя наиболее подходящие. То же самое, принцип универсальный. Невозможно сказать, это мне не подходит, этого я не хочу, это меня не интересует и так далее. Исходя из каких-либо, допустим, псевдознаний, мнений, информации в интернете, информации по телевизору и так далее. Невозможно сказать, что, ну, круиз это, ой, круиз это неинтересно. Я боюсь высоты, корабли тонут, ветра дуют, дожди идут, все очень плохо, не поеду я в круиз, потому что мне страшно. Ну, ты же не плавал никогда в круиз, ну так сплавай, посравни, посмотри. Узнаю информацию, реальные данные о том, сколько кораблей утонуло за последние, там, 4-5 лет круизных, да, там, сколько самолетов навернулось. Если так эта информация сильно страшит, то вообще я бы не рекомендовал дожидаться в этой информации, а мыслить позитивно. Потому что мышление, оно тоже очень большую роль играет в жизни и притягивает различные в ней события. Соответственно, если мыслить позитивно и всегда думать о хорошем, есть большая вероятность на многое, что будет именно так происходить, чем нежели, как в случае негативных мыслей. Итак, в жизни нужно все попробовать и сравнить. Ну, все в плане своих пожеланий. То есть, если вы считаете, что, например, жить в Европе было бы, наверное, классно, но говорят, что там, в принципе, все одно и то же, так же, как и в Белоруссии, и в России. Что туда ехать? То это неправильно, нужно съездить, посмотреть, сравнить, а потом уже делать выводы. Если вам говорят, что, например, этот бизнес, это полная фигня, лохотрон, развод, кидалово там какой-то определенный, да, вы нашли информацию и пошли спрашивать мнение у знакомых, в интернете мнение. И вот пришли к такому выводу. И что вы делаете? Если вы скажете, что, ну да, наверное, так и есть, развод, нет, не буду это пробовать, не надо, разбираться не буду, это реально лохотрон, развод, то есть принимается мнение. Соответственно, вы ставите крест на собственные возможности, то есть вы из жизни своей выкидываете автоматически ячейку, один из, как так называемых, планов бытия, один из возможных вариантов во всем пространстве. И потом жаловаться вы можете только на себя, потому что вы сами приняли решение его выкинуть. Вместо того, чтобы взять, попробовать на собственной шкуре, испытать, проверить, разными способами подойти к этому вопросу, исследовать его, изучить. Ну, вы, допустим, приняли решение послушать чье-то мнение и сказать, что да, это фигня, реально. Поэтому не буду этим заниматься. Значит, вы сами в своей жизни определили себе позицию уже, человека, который должен слушать мнение и именно по ним строить свою жизнь. Это неправильно. Если бы мы так строили свою науку, свои знания о мире, наверное, сегодня бы все, что строится, рушилось, все, что делается, разваливалось бы, и все люди были бы в постоянном состоянии войны и неопределенности, потому что ни одна наука бы не работала. Чтобы получить достоверное знание о каком-либо объекте или явлении, необходимо несколько раз провести эксперимент, опыт на собственной шкуре, либо собственными руками, либо с помощью профессионалов в этом деле. Итак, вы проводите свой собственный опыт, будь то в сфере здоровья, будь то в сфере отношениях, и понимаете, что это есть хорошо, это плохо, это мне подходит, это не подходит, этим я заниматься не буду, этим буду. Только так, только так можно прийти в этой жизни к, первое, прийти к своему предназначению, то есть понять, для чего ты все-таки был в этот мир послан, создан, и чем тебе нужно заниматься, что у тебя будет получаться лучше всего. Чтобы вы не утонули в вашем океане однообразие, нужно вносить в свою жизнь многообразие, это третий момент, очень важно, чтобы понять, куда вы идете, чтобы не остановиться на одной и той же точке, не застрять в ней, и не жаловаться потом, что что-то в вашей жизни не получилось, не хватило времени, не было возможностей, не подвернулся шансы и так далее. Нужно вносить на разнообразие, ритм жизни у нас, как правило, устаканивается, формируется один и тот же, то есть у людей, которые ходят на работу, это будет обычно так выглядеть, работа, после работы, значит, бытовые дела по дому, затем отдых какой-то возле телевизора, либо за книгой, и затем сон, и с утра все повторяется. На выходные дни это, как правило, выезд за город, если есть возможность, если есть дача, например, или же какой-то стандартный отдых. Это превращается в рутину рано или поздно, так или иначе, и когда все процессы в жизни начинают превращаться в один океан, в котором не видно берегов, все однообразно, везде, куда ни глянь, все одно и то же, невозможно определиться, где ты находишься в данный момент, в каком месте в своей жизни, и самое страшное, непонятно, как близко ты, например, к желаемой жизни, как далеко ты от своей мечты. Куда тебе нужно двигаться, ты не можешь определить, потому что компас, который у тебя есть, он может и работать, но он бесполезен, он показывает, где север, где юг, где запад, где восток, то есть какие-то относительные ориентиры, но куда двигаться, непонятно, где тот остров, который тебе нужен. Поэтому нужно наносить разнообразие, нужно попробовать сменить работу, например, если она вам не нравится, сменить работу обязательно, срочно. Если вам не нравится отдых, который вам уже задрал, сменить отдых, может быть, вы никогда не катались на серфинге, нужно покататься кайтсерфинг, возможно, вы никогда не плавали в океане, в море, вам нужно это сделать. Может быть, вы хотели подняться на 100-этажное здание, посмотреть, как живется в склебах, но этого не сделали. Нужно обязательно это сделать. Может быть, вы хотели когда-то проехаться на крутой тачке, например, типа Chevrolet Camaro или дорогих машинах, но боитесь, как-то стесняетесь этого, то не бойтесь, я вас призываю, осуществите эту мечту обязательно. Пересядьте с своего Fiat, Opel, Joppel, своих Mercedes на более крутую машину, просто возьмите в аренду на прокат. Ничего же страшного там нету, можно покататься. Почувствуйте другой стиль вождения, другой вкус. Такие эксперименты в своей жизни, то есть смена, смена обыденности, выход из своего цикла повседневного жизненных действий позволят вам ощутить жизнь, собственно, понять, что такое жизнь вообще, что в ней бывает, что в ней есть, кроме того, чем вы сегодня живете. И еще, если вам очень сильно повезет, как раз в момент этих экспериментов вы сможете понять тот путь, тот истинный путь, по которому вы все время хотели пройти и достигать своих там целей, вершин, но никак не решались это сделать. Вам было либо страшно, либо лениво, либо воздержали обстоятельства. Изменяйте свою жизнь прямо сейчас, делайте в ней эксперименты, создавайте в обыденности, в однородности, в изотропности в своей жизни какие-то постоянные всплески, неровности, вулканы, элементы, отличия от этой всей обыденности. И только тогда жизнь обретет настоящий цвет, вкус, запах и все другие качества, которыми, в принципе, она описывается. Итак, друзья, желаю вам самого необычного, увлекательного, нестандартного, неровного плавания в своей жизни. Так же, как это происходит у нас сейчас на корабле Liberty of the Seas, внутри, не снаружи. Снаружи все обыденно, все одно и то же. Субтитры подогнал «Симон»